Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 22 команды военно-патриотических клубов города Искитима и Искитимского района приняли участие во всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Готовясь встречать Новый год, искитимцы запасались сувенирами авторской работы на ярмарке и изготавливали маски, чтобы побывать на балу в Доме культуры «Октябрь». Фестиваль КВН 2016 года в Искитиме впервые был музыкальным. Деятельность Искитимского отдела управления Росреестра в сфере охраны и мониторинга земель рассматривалась на ближайшем аппаратном совещании в администрации города. Земля как сложный природный ресурс может мониториться по совершенно разным направлениям, начиная от недр и заканчивая флорой и фауной. Но управление Росреестра занимается охраной и мониторингом конкретно земельных участков, как объектов недвижимости, а также осуществлением мероприятий государственного земельного надзора по ним. Отметил докладчик. Наиболее наглядно при этом вопросы охраны земель видятся при обнаружении нарушений земельного законодательства, связанных с добычей полезных ископаемых. Это вот в основном в районе. Сибирский антрацит, разрез восточный штрафовали, там некая ООО СИПКО. В этом году по 100 тысяч за каждый земельный участок штраф получили они фактически за заваливание вскрышными породами земель, не отведенных под данный вид разрешенного использования, либо вообще на территории соседних государств, где у них вываливаются уже вскрышные породы за их участки на соседние. Все это со спутника хорошо видно, обнаруживается и потом поступает в соответствующие места. Самым наглядным и свежим примером по городу Искитиму являются полученные из Росреестра по Новосибирской области летом этого года материалы работы подрядной организации из Санкт-Петербурга по государственному контракту от апреля 2016 года. Мониторинг состояния и использования земель на территориях Забайкальского края, республик Хакасии, Бурятии, Иркутской и Новосибирской областей, в которых представлены, выявленные с помощью снимков со спутника, нарушения земельного законодательства, в частности в городе Искитиме. По какому принципу выбирались конкретные территории, для этого мониторинга мы не знаем. Например, Берска там нет, Искитим есть. По Искитиму эти данные легли в основу плана проверок на следующий год. И более того, уже в этом году проведено свыше 50 административных обследований объектов земельных отношений по указанным в документе адресам. При этом, уточняет Александр Маховнев, выявляются несоответствия. Вот эти данные спутниковые налагаются на имеющиеся данные, так сказать, систематизированные, в частности, государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав. И получается, у них со спутником то границы не идут, это хорошо, когда я привел прямо в антраците, там по 300 гектар, не ошибешься. А по городу Искитиму они там пишут 3 сотки, 4 сотки, якобы там заборы не идут, выезжаем, оказывается там все нормально. Или там кто-то картошку посадил в частном секторе за забором, оно уже это, как бы считается, нарушением, входит туда. А за это мы штаба не имеем права, пока не огорожена территория, не захвачена. Бывает, что нарушения или выявленные несоответствия имеются, но люди не подозревают о них. И тогда специалисты управления помогают Искитимцам привести документы в порядок. Купили люди уже готовые, а когда мы им обратили внимание, у вас же больше, чем по документам, ну как бы, ну ладно, откуда знали. Вот у нас документы, мы все купили, тут заборы так и стояли, но заборы смерили, там у них так прилично, по 5, по 6, по 8 соток. Эти данные можно, так сказать, применять. Вот, и данный пример показателен тем, что вот эти материалы мониторинга можно использовать для разных сфер деятельности государственной и муниципальной службы, не только для земельного надзора, я считаю, но для вопросов налогообложения, учета объектов недвижимости, их там, правильно, хорошо видно. Для корректировок, может быть, генплана территории и так далее. Работа в этом направлении полезная, легко применяемая в готовом виде и очень перспективная, хоть и дорогостоящая, закончил свое выступление докладчик. Полезными были информационные объявления для лиц, имеющих право на льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Необходимо транспортные требования получить уже сейчас. Только одна категория граждан, а именно граждан, регулированные, подвергшиеся политическим репрессиям, имеют право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте в течение всего года. Чтобы иметь возможность реализовать это право с 1 января 2017 года, транспортные требования нужно получить сейчас. Для остальных граждан ежегодно в постановлении правительства Новосибирской области утверждается период льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Обычный, так называемый дачный сезон, с середины апреля по середину октября. Эта дата будет установлена в площади. Но, тем не менее, транспортные требования можно получать уже сейчас. В понедельник, среду и четверг, с 8 до 5, ледяный период, час до 2, вокзальная 1, кабинет 9. 20 декабря на базе ДСААФа города Искитима состоялась череда мероприятий в завершении двухмесячной Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Свыше 20 команд из города Искитима и Искитимского района соревновались в огневом многоборье и брали уроки мужества у оперативной бригады спецназа. Программа завершающего дня акции была весьма насыщенной. Просторный актовый зал был переполнен юношами и девушками из кружков и клубов военно-патриотической направленности. Торжественно было внесено знамя, врученное 17 декабря в Новосибирске, первому юноармейскому отряду Искитимского района. Почетные гости не без гордости отметили, как много ребят съехалось на соревнования и насколько широка география участников. Вы знаете, что защитник Отечества всегда пользуется уважением народа. Хоть, конечно говоря, служба опасна, трудна, но она воспитывает настоящий защитник Отечества. И поэтому я бы хотел, чтобы созданная сервейская организация по инициативе Министерства обороны, поддержанная президентом страны, и все органы, все организации будут работать допризывной молодежью, будут воспитывать в человеке решительность, смелость, отвагу. И школа ДОСАП предоставляет вам все наши объекты. Вы приходите, будем заниматься здесь военным делом. День военно-патриотического воспитания продолжился уроком мужества, в ходе которого военный комиссар иллюстрированно доложил присутствующим о современном состоянии вооруженных сил Российской Федерации, о престижности военной службы, о военных вузах, преимуществах военного обучения, о службе по контракту. Полученная информация позволит подросткам в будущем сделать осознанный выбор военной карьеры. Профессия военного – это профессия вежливых людей. Воспитаны, корректны, порядочны, но непреклонны в вопросах чести и защиты своей страны. Только сильный человек способен защитить не только себя, но и других. Во все времена офицерский корпус был, есть и будет элитой российского государства. И сегодня не только парням, но и девушкам предлагается освоить уникальную, уважаемую профессию – защищать родину, став офицером вооруженных сил. И, судя по тому, как умело и ловко девушки обращаются с оружием, они составляют достойную конкуренцию даже весьма подготовленным юношам. В командах из пяти человек каждая ребята разделили между собой обязанности на определенном этапе отстаивать честь коллектива. Два представителя готовились на время разобрать и собрать автомат, причем командный зачет велся по-последнему. И если привычный свой автомат легко и послушно подчинялся хозяину оружия, то пружины предложенного экземпляра упорно сопротивлялись. На огневой дистанции с расстояния 25 метров еще два бойца от группы поражали мишени из пневматической винтовки из положения сидя за столом. Три первых выстрела позволяли почувствовать оружие и прицелиться, а следующие пять выстрелов в соседнюю правую мишень шли в зачет. В ходе ответов на тестовые вопросы ребятам предстояло блеснуть знаниями об истории России и боевого оружия. Сосредоточиться было несложно, потому что уже не первый раз на таких соревнованиях присутствую. В общем, было все несложно. Оказывается, небольшое влияние на внимание то, что шум в помещении и то, что многое нахожусь в себе следит. Защитники Родины нужны всегда, и мы сможем постоять за Родиной. Я считаю, что это акция для того, чтобы воспитать в людях чувство патриотизма, для того, чтобы хвудеть в них любое хвудение. Теорию там про автоматы, калибр, ну вся характеристика автомата АК-47. Характеристику я всю не знал, я только вот неполную разборку всю написал, и все. Ну Родину защищать надо, любить. Ну я сегодня сделал неполную сборку, разборку автомата. Ну было не слишком сложно. Там некоторые элементы, детали были, которые не очень хорошо закрывались, раскрывались, и все. Просто мне интересно ходить, ездить на всякие соревнования. Я быстро собираю, разбираю автомат. А еще? Не знаю, научили маршировать нормально. Ну у меня поменялись планы, я буду поступать в военное училище. Я увидел, что есть перспектива в этом направлении. Еще больше укрепились юноши в своих убеждениях по поводу выбора профессии после личного общения с офицерами действующей отдельной бригады специального назначения, которые не просто продемонстрировали настоящее оружие, находящееся на вооружении разведподразделений, но и разрешили подержать его в руках и пофотографироваться с ним. Ребята активно задавали спецназовцам вопросы о современных миноискателях, тепловизионных прицелах и экипировке бойцов отряда. Горящие глаза парней выражали неподдельное восхищение и гордость от прикосновения к легендам. Я всегда мечтал служить в таких войсках. Срочную службу я проходил в воздушно-десантных войсках. На этом я остановился, долго стремился попасть в это подразделение. Мужская настоящая работа, те, кто надо охранять народ, людей, спокойно, чтобы спали все. Ну а в общем, армия очень хорошо, нормально все одевает, вооружение, оружие, как бы все это. Стремимся к лучшему, к новым навыкам, получаем много интересного, узнаю. Когда чувствуете по-настоящему удовлетворение от того, что вы занимаетесь этим делом? Когда, в какие моменты вы думаете? Когда, да, они в основном всегда такие моменты, как бы товарищи, друзья, все рядом. Как бы знаешь, что плечо друга всегда помогут, прикроют в любой ситуации, где бы ты ни был, в армии, на гражданке, ну как бы они всегда рядом, начальство адекватно относится, как бы всегда понимает, идут навстречу. Первый опыт проведения Большого дня патриотического воспитания совместно города Искитима и Искитимского района оказался весьма успешным. Это очень значимо для нашего района, потому что Искитимский район – один из лидеров патриотического воспитания в Новосибирской области. Недаром мы одни из первых получили знамя юной армии, которая сегодня вносилась на открытие. И у нас есть там кадетские классы, те же, которые, ну, очень много делают для всего района, не только для рабочего поселка Ленева. Конечно, конечно, у нас большинство руководителей военно-патриотических клубов занимаются именно, ну, на общественных началах, скажем так. И мы их стараемся со стороны отдела молодежи всячески поддерживать. И вот такое большое мероприятие, оно впервые, чтобы мы в том числе посмотрели, в каком состоянии, в какой форме находятся эти клубы, чтобы было понятно, кого поддерживать на конкурсах социально значимых проектов, кого мы поддерживаем материально-технической базой. То есть, чтобы все ребята имели равный доступ к таким вот занятиям, патриотическим воспитаниям. Заключительной частью мероприятия стали творческие и показательные выступления команд. Ребята подошли к выполнению заданий очень ответственно. В стихах и песнях они славили свою малую родину. Те места, где родились, выросли и проходят обучение. Хорошо удалось им осветить и ту деятельность, которую каждый из клубов ведет в своих школах и населенных пунктах. В каждой из номинаций конкурсной программы призами и почетными грамотами были награждены лучшие представители по итогам личных и командных зачетов. В тройке призов бронза досталась клубу «Барс» из села Сосновка, серебро «Орлятам» из старого Искитима, а золото завоевала команда «Защитник» из первой школы Ленева. Именно они будут торжественно представлены на областном совете по военно-патриотическому воспитанию. В молодежном центре города Искитима в течение двух недель проходила выставка-ярмарка новогодних сувениров, выполненных детьми и педагогами клубов по месту жительства «Икар», «Чайка», «Юность», «Импульс» и «Росинка». Посетители не только могли полюбоваться экспонатами, но и приобрести понравившееся изделие. Преподаватели декоративно-прикладного творчества клубов по месту жительства всех микрорайонов города вместе со своими воспитанниками заранее готовились к Новому году и изготовили праздничные сувениры не только для себя и своих близких, но и для жителей Искитима. В преддверии праздника в молодежном центре города была организована тематическая выставка-ярмарка, где каждый желающий мог выбрать подарки и сувениры на свой вкус. Техник очень много. Это канзаши, это и бумагопластика, и оригами, и работа с флисом, вязание крючком, шитье мягких игрушек из флиса, изготовление топиарьев из различных материалов и очень много всего другого. Сейчас очень популярны всякие подделки, которые одеваются на бутылки из-под шампанского. Это и связанные разные чехлы, так называемые. И очень популярны топиари. Тоже они сделаны в разных техниках, с разных материалов. Также очень много вязаных вещей. Это и подушки, и пледы, и разные тоже новогодние игрушки. Руководители кружков постарались на славу и научили ребят всевозможным тонкостям и приемам изготовления и оформления сувениров. В ход пускали и ленты с тканями, и такие природные материалы, как кофе, веточки и шишки. В результате ассортимент получился весьма широким, а цены вполне демократичные, несмотря на то, что каждая вещь авторского исполнения и выполнена вручную. Рассматривая экспозицию, получаешь двойное удовольствие, учитывая, что вещи и интерьер способны украсить, и в хозяйстве добрую службу сослужить, напоминая о празднике. Все вырученные средства руководители клубов по месту жительства смогут направить на приобретение материалов для изготовления новых и новых поделок вместе с детьми. Следующую ярмарку, выставку мы планируем организовать в преддверии празднования 8 марта. Вы можете посетить нашу ярмарку и приобрести также сувениры в подарок своим любимым, близким. На базе молодежного центра в этом году будет продолжаться работа профильной смены «Искитимский сувенир». В прошлом году на базе клуба «Икар» эта смена начала свою работу, и преподаватель декоративно-прикладного творчества Адикович Галина Павловна уже начала работу по изготовлению сувениров к юбилею города. Это бобры, часовни и другая сувенирная продукция с различными памятными местами нашего города. В этом году работа профильной смены продолжится, и я надеюсь, что на базе молодежного центра у нас будет организована еще одна большая ярмарка-выставка «Искитимский сувенир». Мы всех вас приглашаем в гости. Поздравляю наших жителей с наступающим Новым годом. Пусть у вас в жизни все сложится, все будет ярко и красиво, как на нашей выставке. Новогодний бал масок – молодая традиция Дома культуры «Октябрь», но успевшая приобрести популярность. Второй год подряд здесь ребята со всего микрорайона Ложок посещают мастер-классы по изготовлению карнавальных масок, и в них же совместно отмечают праздник. В музее Дома культуры «Октябрь» ежегодно для младших школьников и ребят, посещающих различные кружки, организовывали мастерскую Деда Мороза по изготовлению атрибутов для празднования Нового года. Позапрошлым годом мы делали снеговиков, потом их на конкурс выставляли. То есть ребятишек готовили к Новому году. То есть уже такое праздничное настроение, снежинки вырезали, всякую мелочевку, которая необходима к Новому году. В прошлом году мы впервые попробовали делать маски. Делали вначале вот такие простые масочки, а в этом году дети придут уже с более сложными масками. В награду за труды и старания юным мастерам и мастерицам в прошлом году впервые было предложено явиться на бал с единственным условием – наличием маски ручной работы. Немножко, конечно, подготовились. Девчонки-методисты молодцы, они разработали все роли. И вот этот бал масок прошел замечательно, настолько всем понравился, что мы решили в этом году еще раз сделать его. Для того, чтобы поднять, естественно, настроение ребятам, то есть подготовить их уже к вот такому праздничному настроению, к Новому году, мы вот и делаем вот это все мероприятие. А вообще, наверное, я очень люблю Новый год, и у меня еще в душе вот это детское какое-то есть. То есть я все время хотела подольше продлить вот это новогоднее настроение, да. А оно так быстро заканчивалось, раз и нет уже Нового года, и как-то быстро проходили все эти мероприятия. Ну, а у нас сейчас подлиннее это будет. Представляете, вот 16-го уже мероприятие прошло в преддверии Нового года. Дети с удовольствием откликнулись на предложение. Изготовили маски более сложные и приняли участие в маскараде. Порхающая фея бабочек бдительно следила, чтобы все гости бала были исключительно в масках. А для мамочек и других приглашенных Галина Владимировна заботливо приготовила запасные экземпляры, чтобы каждый имел возможность побывать на празднике. Второй год у нас проходит этот праздник. В прошлом году мы посмотрели, что он пользуется успехом. Дети сами делали маски, как уже ранее сказали, своими руками. И сегодня мы с ними совершим путешествие по разным странам, найдем новых друзей, подарим им маски, пригласим на наш бал. Ну и, конечно же, мы послушаем волшебное поздравление от Дедушки Мороза. Его не будет, он просто готовится и занят. Но он обязательно оставил послание и свои волшебные конфеты, которые мы обязательно подарим всем ребятишкам. Замечательные наши эскетимцы. Мы пожелаем, чтобы у вас были большие мечты, чтобы они обязательно забывались. И ваши тоже. Открыть бал по старинной традиции предполагалось вальсом. А принц цветов прибыл на праздник, чтобы научить детей движением этого элегантного танца. В парах ребята и познакомились ближе, и сдружились. Продолжительными овациями участники бала приветствовали каждого обладателя маски, как настоящих звезд на Аллее Успеха. Проходим как-нибудь ближе, 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 ближе. И встречаем новых героев. Аплодисменты громче. Аплодируем как к себе. Множество подвижных игр и веселых развлечений для детей подготовили сотрудники Дома культуры «Октябрь» в ходе увлекательного путешествия на ковре-самолете. А те, кто присоединялся к общему празднику, непременно получал авторскую маску в подарок. Сами ребята теперь вполне уроками мастерства могут делиться с друзьями. Ведь до Нового года еще есть время. Я хожу на театральное объединение «Весушки», где нам выделили специальное занятие, чтобы мы сделали эти маски. Мы сначала начали с шаблона переводить на картон две маски. Одна лицевая, а другая, чтобы к лицу. Потом мы ее с тканью делали. Потом мы приклеивали бусинки разные и украшали. Почему ты выбрала именно бабочку форму? Ну, потому что я захотела усложнить свою, чтобы чуть-чуть посложнее было. Маску мы как-то выбирали и получилось, что выбрали такую. Сначала мы делали всякие разные, какие-то украшения брали. И вот получилось, что у нас получились такие маски. Мы брали специальное маски. Это сложно было? В своем новогоднем обращении Дед Мороз поприветствовал ребят, пожелал им удачи и пригласил на утренник в Дом культуры «Октябрь» 6 января. Общая фотография на память станет теплым напоминанием о чудесном празднике, где магию перевоплощения дети осуществляли своими руками. Фестиваль КВН 16 декабря в Доме культуры «Молодость» проходил в необычном формате. Впервые игра веселых и находчивых эскетимцев была музыкальной. Шесть команд не только из эскетима, но и из Новосибирской области приняли участие в музыкальном фестивале «Искевин-2016». Самая опытная из них – от клуба по месту жительства «Росинка» шутканули чуток. Конкуренцию им в школьном звене составила новая сборная эскетима «Ковролин». Они состязались в остроумии друг с другом. Стоять! Ты заводовал! Готовьте лярку порвать! Эскетимская швейная паблика! Проверь за время! Им и дамешниками! Третья команда студентов и работающей молодежи была представлена педагогическим составом школы номер 5 и называлась «Ямайка». Их возрастными соперниками выступили воспитатели детского сада «Ручеек» в команде «Лабутены» и две студенческие команды сборная «СГУФТ», площадь Ленина и сборная «Нормальных людей». Оптимизм, жизнелюбие и задор излучали искрометные шутки команд. Но иногда и легкие нотки сарказма, понятные землякам, присутствовали в выступлении. Шутить над проблемами, обстоятельствами и, конечно же, умение посмеяться над самими собой выручает как в трудные жизненные минуты, так и в КВН. В каждой возрастной группе команды продемонстрировали этот свой дар. Да у нас постоянно одни и те же проблемы. Правда, девочки? Правда! Пожалуйста, снимайте! Я заметила недавно, что весы мне врут бездарно. Килограм на 10 и 20. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Я сама дому путею. Темной ночью пьем я сама. Это мой секрет. Наш тобой секрет. Шутили не просто, а в ритмах всем известных песен, демонстрируя не только смекалку и сообразительность, но и вокальные способности. Скоро кручится игра, и разъедутся команды, но веселый звонкий смех не исчезнет никогда. Мы стараемся для всех и тощем аплодисмента. Мы останемся с тобой, милый зритель навсегда. Все команды были на высоте, но победу заслуженно одержали в школьной группе. Команда «Гавролин» кубок в старшей группе завоевала сборная нормальных людей. Наш выпуск подошел к концу. О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08. Мы по-прежнему работаем для вас, а новогодние хлопоты пусть принесут для вас массу позитива. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин